В городском округе завершился муниципальный этап всероссийских соревнований по волейболу среди образовательных организаций. В борьбе за призовые места приняли участие 9 школьных команд. В результате бескомпромиссных игр определились участники регионального этапа волейбольного турнира. В ряду известных спортивных турниров российских школьников – золотая шайба, кожаный мяч, белая ладья и всероссийские соревнования по волейболу, серебряный мяч. Ежегодно тысячи старшеклассников по всей стране в составе школьных команд принимают участие в отборочных играх популярных стартов. На днях в ЗАТО Фокина завершился муниципальный этап состязаний среди школ городского округа. Соревнования все российские. Это значит, что по этим соревнованиям среди общеобразовательных школ проводится чемпионат России. Чтобы туда добраться, мы сейчас проводим самый начальный этап, первый среди школ города. Муниципальный этап называется. Второй этап будет краевой, финальный. Команды, которые отберутся, команда мальчиков, команда девочек, будут представлять город Фокина на первенстве Приморского края, если они туда доберутся. Организатором соревнований «Серебряный мяч в Приморье» выступила Федерация волейбола края при поддержке Министерства физической культуры и спорта. Игры проводились в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и общероссийского проекта «Волейбол в школу». Сейчас школьная программа сократилась до двух часов в неделю, уроки физкультуры. Раньше было три часа, а сейчас два. Мы, как учителя, считаем, что нам этого недостаточно. Хотелось бы больше уделять внимания и больше часов проводить, особенно в игровых видах. Зимой, когда мы заходим в зал, когда малая подвижность у детей, зимнее время года, поэтому физкультура так необходима. Но, к сожалению, у нас только два часа физкультуры. В турнире приняли участие команды юношей и девушек 14-15 лет. В состав сборных вошли сильнейшие игроки по итогам школьных игр. Бесспорными фаворитами при отборе стали воспитанники волейбольной секции спортивной школы города. Определяющим фактором успеха стали также слаженность и взаимопонимание между игроками в команде. Вроде бы они вот играли. Играли хорошо. И дома играет хорошо. Здесь то ли стесняются, то ли растерялись. И получается вот такая ситуация. Они вот стоят на площадке у нас, просто стоят на площадке, друг друга не поддерживают. Поэтому сплоченности как-то сейчас я не увидела. Но, говорю, дома они вроде как играли, но более-менее сплоченные. Ну, там свои стены, наверное, нам это помогает. Основной мотивацией ребят к участию в турнире, по их личному признанию, стали любовь к волейболу, желание быть в команде и стремление к достижению результата. Просто попросили поучаствовать, я согласился, почему бы и нет. Как бы опыт все равно есть какой-никакой, почему бы и нет. Игра довольно резкая. Можно быстро туда-сюда бегать, мячи хорошо отбивать. Развивает ловкость, также рук, силу там, в принципе. В принципе, хорошая очень игра, мне очень нравится. Соревнования проводились по круговой системе. По действующим правилам игры волейбол победитель каждой встречи определялся из трех партий или двух побед. В самые острые моменты борьбы эмоции на площадке и в зале зашкаливали. Атмосферу накала всеми силами поддерживали болельщики, поощряя криками любимую команду. Хладем во все горло, поддерживаем, стараемся, как можно. Надеюсь, что они выиграют хотя бы это. Все, выиграют. В результате упорной борьбы золотыми лидерами соревнований стали учащиеся 251-й Фокинской школы. Второе место среди девушек завоевала команда 256-й школы. У юношей серебро, у дунайских ребят из 258-й школы. Бронза также уехала в поселок Дунай. Победители получили путевки в следующий этап соревнований. Краевые финальные старты серебряный мяч пройдут в марте в волейбольной столице Приморья в городе Лесозаводске.